Наталья Шикина давно следила за этой акцией и хотела сама написать тотальный диктант. Наконец, в этом году ей это удалось. Прийти на акцию Наталью смотивировала старшая дочь. Однажды в беседе не так давно я начала ее спрашивать, почему у тебя, допустим, четверка по математике, давай подтянемся как-то. На что мне она ответила, что мама, мы русские люди, и главный предмет для меня лично это русский язык. У меня, допустим, вчера была пятерка в домашнюю работу, а ты хорошо знаешь русский язык. Больше всего затруднений у Натальи вызвала пунктуация. С точки зрения орфографии, как считает женщина, текст Павла Басинского «Критический анализ пьесы Максима Горького на дне» был достаточно простой. Ну, допустим, прямая речь, я вспомнила, как это оформляется, правильно пишется, я уверена, что написала правильно, а вот двоеточие и тире нужно все-таки повторить. Традиционно на роль диктующих текст организаторы приглашают не только учителей русского языка, но и известных горде людей. Руководитель пресс-службы городской думы Ольга Щеголихина второй раз приняла на себя эту почетную обязанность. Я считаю, что эти акции нужны. Они именно стимулируют человека к познанию. Они стимулируют человека быть неинертным, быть энергичным именно в образовательном процессе. Как считает Ольга Щеголихина, даже бывшим троечникам не нужно бояться присоединиться к этой акции в следующий раз. А те, кто попробовал свои силы уже в этом году, узнают свои результаты после 17 апреля.